Апрель это безусловно начало дачного сезона и самое время начинать заниматься своими садами и огородами. Вот депутат окружного совета Сергей Корнаухов высадил на своем участке в Ходькове неплохой сад из плодовых деревьев. Он изучил много материалов и готов поделиться с нашими телезрителями. Подробности в репортаже Михаила Зуйкова. Как задача депутата подсказать администрации, как потратить более эффективно бюджетную копейку, так задача садовода подсказать дереву, как принести больше плодов. Сергей Корнаухов садоводством занимается 11 лет. Простое желание вырастить что-нибудь самому с годами переросло в серьезные увлечения. Сергей изучил немало материалов по разведению плодовых деревьев. Сегодня у него на участке полтора десятка ухоженных яблонь, черешин, слив и груш, которые отлично плодоносят. Различные сорта я стараюсь подбирать так, чтобы деревья созревания у них было в различный период. Тогда больше радости, больше удовлетворения от этого получается. То есть вот две черешни, которые я посадил, созревания у них на месяц почти разные. Одна скороспелая, уже в июле есть ягоды, а вторая только в августе. От этого у вас получается в летний период долго имеются ягоды черешни. Также яблони. Одна совершенно поздняя созревает в октябре, а некоторые яблони уже можно в начале августа обрывать. Если на участке мало места, подойдут колоновидные яблони. Они живут всего десяток лет, но растут в метре друг от друга и дают множество плодов вдоль ствола. Сорт дюк-чудо-вишни не боится грибков, в отличие от других косточковых культур. Вкус, цвет, месяц созревания. Выбор сортов огромный. Главное не забывать, что любому саду нужна забота. Когда вы посадили саженец и больше ничего не делаете и думаете, что он будет расти, это главная ошибка. Обязательно дерево каждое нужно формировать. Каждый год за каждым деревом нужен уход. Его нужно обрабатывать от вредителей несколько раз за летний период. Его нужно поливать, его нужно подкармливать. Если вы бросите, у вас дерево вырастет кривое, косое. Оно будет болеть различными заболеваниями, оно может сохнуть, оно может неправильно вырасти, быть затененным. И все это отразится на том урожае, который вы в результате осенью получите. Большие яблони не обещают хороший урожай. Сегодня в тренде низкорослые сады с оформленными кронами, которые удобно обслуживать. По мнению Сергея Корнаухова, лучше вырастить 100 отменных плодов, чем 500 мелких и кислых, половина из которых сгниет на высоких ветках. Кронировать деревья необходимо, чтобы обеспечить будущие плоды солнечным светом и силой для роста. Если мы посмотрим, мы видим, что оно сформировано тремя ярусами. Именно смысл формировки одной из видов называется разреженная ярусная система. Когда у вас саженец начинает расти, вы должны определиться именно с ярусностью. Можно делать два яруса, можно три. Жадничать не нужно, иначе будет слишком большая высота. Когда вы определяете первый ярус у дерева, вы три или четыре ветки, желательно растущие по окружности, если три, то под 120 градусов, в разные стороны. Вы формируете эти ветки, все остальные вы обрезаете, и вся сила дерева начинает поступать в первый ярус и в макушку, которая у него продолжает расти. Когда у вас вырастет еще метр или 70 сантиметров, вы также формируете второй ярус. Можно на этом остановиться, можно сделать третий. В данном случае у меня здесь три яруса, и когда третий ярус у вас закончен, вы макушку дерева обрезаете и оставляете его в таком положении. Как защитить деревья от насекомых и грибков? Как правильно обрезать ветви, чтобы направить рост в нужную сторону? Как сделать ствол ровным, а урожай ежегодным? Это целая наука, которую должен постичь каждый старательный садовод. На вопрос же, какой род плодовых деревьев новичку сажать первым, Сергей Корнаухов отвечает однозначно – яблоню. В нашей полосе это дерево самое неприхотливое. Михаил Зуйков, Сергей Кошайкин, программа «Утро». Весна, конечно, в этом году наступила стремительно. Кто-то уже открыл свой дачный сезон, кому-то это радостное событие предстоит вот-вот на днях. Поэтому у нас сегодня в студии садовод из СНТ «Северянин» Елена Тюрникова. Елена, доброе утро. Доброе утро. Начало дачного сезона. Как оно вообще происходит? С чего дачники начинают работу на своих приусадебных участках? Ну да, действительно, весна – это самая горячая пора для дачников. В это время и растения, и почва нуждаются в особенном уходе. Начинаем мы работы с того, что с посадок клубники. В первую очередь это нужно прорыхлить, эти посадки, и убрать все засохшие и больные листья. И обязательно подкормить азотными удобрениями. То же самое мы делаем с посадками чеснока озимого. Естественно, мы его рыхлим и тоже подкармливаем. Ну, много работ и с малиной. Малину мы обрезаем все поломанные и засохшие ветки. Оставшиеся побеги мы укорачиваем на пять почек сверху. Желательно, конечно, прорыхлить и подкормить. Весна – это только азотные удобрения в основном. В цветнике появились пионы. Мы отгребаем у пионов землю, делаем бороздки, разводим гранулированный куриный помёд, одну столовую ложку на пять литров воды, настаиваем и проливаем пять литров под куст. Потом опять мульчируем землёй. Сверху можно ещё добавить золы. Борали розы, может быть, уже? Розы уже открыли, потому что очень тепло. Да, розы мы открыли, и мы начинаем обрезать. Обрезаем все побеги чёрные с морозобоинами, с инфекционным ожогом. Срез на розах должен быть желтовато-кремовый или немножко зеленоватый. Обязательно обрабатываем медь содержащими препаратами и подкармливаем азотными удобрениями. Это первая подкормка. Потом мы уже можем готовиться к посадке гладиолусов. Конечно, мы их уже выложили на проращивание. Уже появились у нас росточки, небольшие корешки. Перед посадкой мы протравливаем гладиолусы в препарате от болезней, подсушиваем и сажаем на глубину трёх луковиц. Обязательно под луковицу можно насыпать песка, под донышко. Если у вас луковицы встречаются больные, то есть мы вырезаем до здоровой ткани, и можно все эти места смазать зелёнкой, ничего страшного. Подсушиваем и сажаем. Готовимся к посадке картофеля. Народная примета гласит, что как лист на берёзе с 50-копеечную монетку, можно приступать к посадке картофеля. Думаю, что это с 1-го, 50-е мая. Елена, как вообще почва в этом году? Уже довольно сухая. Несмотря на обилие снега, снегопада, снег сошёл очень быстро из-за положительных температур. И, конечно, уже сад очень сухой, его уже нужно поливать, поливать и поливать. Всё очень сухо. Какие работы, может быть, уже в парниках можно проводить, в теплицах? В парнике, если у вас отапливаемая теплица, вы можете там проводить любые работы. Можно уже высадить помидоры на ранний урожай. Можно посеять всевозможную рассаду. Это и огурцы, и тыквы, и кабачки, и огурцы, естественно. Если в теплице неотапливаемая, помидоры я бы не стала рисковать сажать. То есть, если кто-то не находится постоянно на дачном участке, а только приезжает, пока бы я не стала этого делать. Это где-то ближе к 15 мая, смотря по погоде. А так уже, кто находится на дачном участке, который может контролировать весь процесс, который идёт в теплице, он может уже высаживать всё, что угодно. Очень тепло, и теплица днём прогревается сейчас до 30 градусов тепла. Единственное, что если она неотапливаемая, ночью температура падает до 7, и просто корни останавливаются. То есть, нет питания корней при такой низкой температуре. Ирина, а что насчёт зелени? То есть, петрушечка, укропчик? Всё, редиска, петрушка, укроп, лук-сивок. Всё можно высаживать в открытый грунт совершенно спокойно. То есть, всё можно выращивать. Это холодостойкие культуры, которые можно выращивать уже. И даже некоторые, как укроп и морковь, сажают же под зиму. В общем-то, и всё прекрасно сходит. Так что смело сажайте, всё взойдёт. А что насчёт кустарников, деревьев, то есть, чёрная смородина, вишня? Да, и чёрная смородина уже, вот я посмотрела, уже выдвигается цветонос. И вот, конечно, нужно было сделать обработку неисцедержащими препаратами. Это когда только набухли почки. Это нужно было сделать обязательно. Сейчас обязательная обработка от вредителей. От клеща, от тли. То есть, это сейчас просто необходимо. Вредителей очень много. То есть, если вы хотите остаться с урожаем, то нужно проводить обработки. Обязательно и обязательно. Если у кого-то почва очень сухая, если у кого-то ещё нет столько воды на участках, может быть, ещё нет, обязательно рыхлить. Рыхлить нужно обязательно. То есть, давать воздух корням. Это обязательно нужно делать. Ну и в завершение давайте, наверное, пожелаем всем дачникам. Да, желаем всем, конечно, богатых урожаев и всем, конечно, здоровья, нелёгком труде и удачи. Спасибо вам, спасибо, что пришли. А у нас в гостях был садовод из СНТ «Северянин» Елена Тюрникова.